В конце июня международный механизм Ковекс может столкнуться с нехваткой 190 миллионов доз вакцин. Это связано с ростом инфицирования в Индии, говорится в сообщении ВОЗ. Больше месяца страна остается очагом распространения вируса. В среднем сутки фиксируется около 210 тысяч случаев заражения. Согласно информации организации, с февраля текущего года в рамках Ковекс в 126 стран и территорий направлено 70 миллионов доз вакцины. Поставлена цель к концу года привить 30% населения мира. В Германии уже скоро планируют начать вакцинировать подростков. Компания будет проходить добровольно, но только после того, как Европейское агентство по лекарственным средствам одобрит применение препарата BioNTech Pfizer для школьников. Кроме того, со следующего месяца в стране стартует массовая вакцинация. Каждый желающий, независимо от возраста и профессии, сможет бесплатно получить антиковидный препарат. Еще в феврале мы поставили цель – дать всем жителям Германии возможность привиться. Она будет исполнена до конца лета. Программа коснется и детей от 12 до 16 лет. Препарат BioNTech уже разрешен с 16 лет. Как только мы получим разрешение, то начнем вакцинацию детей старше 12 лет. Одна из австралийских авиакомпаний собирается ввести систему поощрений для привитых пассажиров. Получившие обе дозы вакцины будут вознаграждены баллами, которые обычно получают пассажиры, пролетевшие определенное количество миль, а также купоны со скидкой на билеты. А вот в США придумали другой метод мотивации населения. Власти Калифорнии выделили более 116 миллионов долларов для выплат наличными или в виде подарочных сертификатов тем, кто сделает прививку до 15 июня. В этот день США планируют полностью перезапустить свою экономику после пандемии. Кроме того, отобранные по принципу лотереи 10 калифорнийцев получат по 10 миллионов долларов.